Привет всем! У нас весна, 24 марта, воскресенье. Время 10.40. Солнышко светит, мы радостные. Подснежники с подснега пробиваются. Да, приехали на съемки, называется. Март месяц. Наша любимая погодка. Блин, а что за флешбек, а? Называется серая мразь, да? Ролики все в стиле серая мразь. Все сливается в один сплошной серый. Людский фон. Да, да, да. По красоте, как обычно. Ладно, что, в лес поедем, там может что-нибудь интересное будет, да? Потому что поле сейчас снимать, это пипец, это все такое сплошное серое пятно одно. Коллега, смотри, какой эвакуатор приехал. Какие-то мужички. Мужички, да? А я этого дядю Сашу знаю. За водочкой? Привет. Ну, думали, вы уже в лесу. Приехал объект. Так, ну, как всегда, всех предупреждаю. Это не основной ролик. Основной ролик будет у нас на канале ReviewMachines. Это за кулиси, бэкстейдж. У меня такой вопрос. Зеленоглазое такси, вези-вези, меня вези. Вам нужно для съемки... Вы будете поднимать птичку, да? По такой погоде, честно говоря, мы ее взяли, хотя бы чуть поменьше. Просто мы можем, смотри, мы можем из двух частей, как бы, сделать. Мы можем прокатиться по полю, вот там, да, не езженая, за домами. Заезжать на горки. Нанесли когда... Чистый снег. Такие, уличный. Александр, ну не томите, давайте, давайте уже. Тороплюсь, тороплюсь. Тороплюсь. Во, 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 лесопед. Лесопед. Коллега, ты в курсе, на чем мы поедем? Да. Др-др-др-др-др-др-др-др-др. Омакс Моторс. Стелс Компаунт. Слушай, да он вообще... Чоппер. Чоппер. Смотри, здесь можно клубнику возить. Клубнику. А, подожди, а я не заметил. Там, оказывается, вездеход. Жанат не заметил. Саня, вы пробовали его запускать? Да. Ну, просто было теплее. На улице. Вот это борода. Вот это, наверное, весеннее настроение у нас. Сначала хотел квадрик брать, а потом в YouTube увидел ролики, как раз ваши. Где-то здесь 5, каракат был. Позвонил, получилось так, что я сам живу на Ярославке, и рядом Илья. Он пригласил посмотреть, Артемиду я у них посмотрел сначала. Вот так все устраивает. То, что чините легко машину. Ну, немножко не нравится то, что все равно, косяков много. По мелочи. Ну, правда, все ремонт непригоден. По-бырому сам в гаражике, да? Да. Всего мало. А квадроцикл бы пришлось куда-нибудь возить. Сам там... И цена, на самом деле, два редуктора, грубо говоря, нового, от Жигулей, плюс полуоси, ну, это там выходит в районе 15 тысяч. А на хорошем квадроцикле там он шуру стоит столько примерно снять. Ну, ладно. Ну, что, там готово, да? Ну, почти. Ну, ладно, поехали. Да. Значит, что, потеряли тягу, да? Проверяем жиклеры. Проверили. Свечу проверили. Вот она. Фильтр проверили. Болевая ремонтопригодность. Только подлести. А вот он где. Ты же с карбюратора весь бензин слезал. На серединку подсос. Не, он тут... Время икс. Будем засаживать или не будем каракат? Коллега, как считаешь? Если только лепетку на кардан намотать, трос. На лисеточке все равно там жар. Да, такое-то дело. Ну, трос надо на кардан намотать. Это все решается. Едем на ручей. Топить, переворачивать, застревать. Жалко что-то. Жалко? Мы любим по ночам выкапываться, да? Да, это понятно. Я сам штуку на болотах провел. В ночных часов. А сколько надо до ручья ехать? Да до ручья сколько здесь ехать? Мы можем так осторожненько. Без фенатизма. Стандарт пройдет, да? Ну, садись. Еще любимая фраза. Садись и поехали, посмотрим. Не да, да, нет, нет. Поехали. Не, ну а сколько ехать? Час? Вот, вот это мне нравится. Движуха решилась, да? Быть движухи. По времени сколько ехать? Мы едем, едем, едем. В далекие края. Коллега, держи меня. А то я вылету. Так, 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 давай, давай в горочку. Нормально. В горку остановились. В горку забрался, да? А все почему? Потому что прочистили карбюратор. Да. Вот. Перево гнешь. Да, перево спустиматор. Ты толкаешь? Давай, лучше толкай. Мы медленно едем. Давай, давай, давай. Одна человеческая сила. Нормально. Нормально, давай. Все, все выпадает-то. Что-то провалился. Провалился, Илюша. Илья, давай, ползи там. В центре загадченый мост. Откуда выйти, к примеру? Сейчас вокруг будем куролезть. Будем? Попробуем? Попробуем, да. Не замерзший? А? Не замерзший ручей? Нет. Тогда попробуй нормально. Илья, что поролишь? Илья, расскажи отличия. Самое основное отличие, за что было интересно его и попользовать, то, что у него нет вариатора. У него вместо вариаторов стоят здесь тройные шкивы. То есть, постоянный жесткий зацеп двигателей коробки. Ну и также обычное автомобильное сцепление. То есть, если на том езда напоминает езду на машине с автоматическим сцеплением, когда ты включил передачу, и пока ты газ не нажмешь, он у тебя стоит на месте, никуда не едет. Газ нажал, пай, из авариатора, да? Как автомат, да, практически работает. То здесь у тебя чистая механика. Этим он и должен быть интересен. Этим у него и момент подъема должен быть нормальный, да, на горке? Конечно, ты уже можешь нормально сцеплением поиграть. А что за движок МТР? Это китайский двигатель, но считается, что он такой более качественный, чем у них он. Ну а так, собственно, все такой же. Да, каракат? Проводнички покупать не сделаю. Опыт? Ладно, Илья, разговор оценок, сколько он стоит? 215 тысяч там сейчас стоит. 225 мазьб. Вот прям вот такой вот, да? Вот прям такой. А это стандартная комплектация. Колеса УИ-25, двигатель 16 мштиных сил. Ишкиевый вариатор, это на выбор. Цена от этого вообще не меняется. Не меняется, да? Нет. Цена меняется, если ты ставишь другие колеса, типа этих, Кразовские и Витрити здоровые. Двигатель более мощный, 18, 24, 27 мштиных сил. Это да, влияет на цену. А дуги бывают на них? Ну что, давай! Конечно, конечно, тут куча опций, всякие косынки, бампера, дуги, тенты кузова. Не буду губы поставить. С тентом он вообще, знаешь, как смотрится. Прям такая вообще огромная, вездеходящая такая прям, солидная. Нравится мне, когда смотреть, как другие работают. Ой, подошел Илья и все сделал. Ну ладно, будем прощаться. Чай? Спасибо. Ну а мы пошли пить чай, да, коллега? Да. Ладно, всем... Новости с багажника. Новости с багажника? С следующим включением, да. Ну ладно, давай.